Почти месяц новогодние деревья дарили атмосферу праздника. Настало время отправиться на переработку. Если раньше елки и сосны доживали свой век на полигоне, сейчас они будут приносить пользу в виде удобрения. Эта линия компостирования предназначена для компостирования практически всего объема растительных отходов, которые образуются в городе Саранске. Мощность вообще этой линии мобильной не менее 15 тысяч тонн в год. Мы надеемся, что со следующей весны все растительные отходы, образуемые в городе Саранске, мы будем проводить сюда на компостирование и утилизацию. А эта машина опустошает зеленые баки со стеклотарой. Таких контейнеров сейчас более ста по всему городу. Прозрачное стекло отправляется на Рузаевский стекольный завод, остальное увозят в Нижний Новгород. Специальная форма контейнера нужна для того, чтобы туда помимо стеклотары ничего не бросали. Уже сейчас все, что мы привозим из этих контейнеров, это только стекло цветное и белое. Если попадает пластик? Если попадает, то мы его там немного, мы его вручную отбираем. А где вручную отбираете? Мы же привозим это сюда. У нас здесь есть бункер для перегрузки. На новой мобильной линии сортировки будут перерабатывать 20 тысяч тонн твердых бытовых отходов в год. В проект инвестировали 46 миллионов рублей. Он позволил создать более 30 дополнительных рабочих мест. 19 января состоялось техническое открытие и пробный запуск линии. Здесь будут сортировать отходы и выделять полезные фракции. Это картон, эмакулатура, стеклянные и пластиковые бутылки, пленка, а также цветной и черный металл. Производственную линию по сортировке отходов построили в рамках национального проекта «Экология». Мы должны как можно меньше осуществлять захоронение твердых бытовых отходов на наших полигонах. Во-первых, они быстро переполняются. Во-вторых, они постоянно горят. Вот то, что сейчас машина по компостированию, посмотрите, елка, сухостой весь, это все горит. У нас, вы сами прекрасно знаете, полигон около Саранска. Недавнее поручение президента Российской Федерации вообще ликвидировать все эти несанкционированные свалки, которые находятся в городских округах. Мы сразу приступили к исполнению этой задачи. Мобильная линия сортировки позволит нарастить количество твердых коммунальных отходов, направленных на переработку. Аналогичные объекты по обработке отходов уже в этом году планируют запустить в Краснослободском и Зубово-Полянском районах. Их мощность составит более 16 и более 27 тысяч тонн в год. Компания «Ремондис» более 10 лет работает на территории Мордовии. Могу оценить наше сотрудничество исключительно с положительной точки зрения. Особенно в последние годы мы создали здесь много новых проектов по переработке. Сейчас мы продемонстрировали два наших последних проекта – линия сортировки и линия компостирования растительных отходов. Наша задача – максимально развивать инфраструктуру раздельного сбора. Наряду с контейнерами для сбора упаковки, пластика, мы создали новую систему для раздельного сбора стекла. Также для нас очень важно систематично и регулярно работать с населением. Первый этап – именно оптимальная система раздельного сбора – логистика – мы хорошо организовали в Мордовии. Теперь переходим ко второму этапу – создание объектов обработки и сортировки. Следующий шаг – строительство объектов глубокой переработки. Цель – максимально сократить объем отходов, поступающих на захоронение на полигон. К 2030 году в Мордовии объем ТКО на полигонах планируется крадить как минимум на 50%. Все это позволит республике активно включиться в процессы перехода к экономике замкнутого цикла. Ольга Данилова, Владимир Надькин, Народные новости.